Время Время Вы знаете, что мы имеем пять органов чувств, при помощи которых познаем мир. Орган зрения, слуха, ощущения, вкуса и обоняния. При помощи этих пяти органов чувств мы можем познать наш трехмерный мир. Человек, который живет только органами чувств, спрашивает, а где же Бог? Я его не вижу. И Иисуса я тоже не вижу. Я всему этому не верю. Но если Бог нас просвещает посредством Духа Святого, тогда мы получаем шестой орган чувств. Тогда мы можем не только видеть, слышать, ощущать, чувствовать вкус и запах, мы можем познать и другой мир. В Библии говорится, жизнь вечная заключается в том, что люди признают Тебя, единого истинного Бога и того, которого Ты послал, Иисуса Христа. Это возможно с помощью шестого чувства. Недавно я был в Ассене у одного крупного промышленника. Его резиденция находилась в высотном служебном здании, откуда можно было обозревать полгорода. Пройдя через несколько приемных, я, наконец, сел напротив него. Быстро покончив с делом, он сказал в беседе со мной. Мне интересно иметь у себя на приеме пастора. После войны я тоже посещал иногда занятия по религии, но все же у меня сложилось мнение... Продолжайте, продолжайте. Помогаю я ему. У меня крепкие нервы. У меня сложилось мнение, продолжил он, что христианство дело очень неясное. Нам читали лекции на тему христианин и экономика, христианин и вооружения, христианин и разоружения, христианин и деньги, христианин и его церковь. Но никто мне еще не рассказал, что же собой все-таки представляет христианин. Очевидно, этого люди сами не знают. И вот я сижу в этой прекрасной канцелярии, принимая такой вызов прямо в лицо. О, возразил я, вы заблуждаетесь. Последовал удивленный вопрос. Вы можете мне сказать, что собой представляет христианин? О, да, — ответил я. Расскажу вам я об этом кратко и ясно. Здесь нет ничего неясного. Ха, — усмехнулся он. Один говорит, что христианин тот, кто не вступает в конфликт с полицией, а другой говорит, что христианин тот, кого крестят и хоронят в церкви. Но я продолжу, господин генеральный директор. Я вам скажу, что собой представляет христианин. Только вы держитесь покрепче. Христианин — это человек, который может сказать из глубины своего сердца, Я верю, что Иисус Христос, истинный Бог, рожденный Отцом в вечности, истинный человек, рожденный Девой Марией, является моим Господом, искупившим меня, погибшего и обреченного человека. Господин генеральный директор, вас, погибшего и обреченного человека. Он утвердительно кивнул. Он все понял. Хорошо, сказал я, который искупил меня, погибшего и обреченного грешника, приобрел и освободил меня от всех грехов, от смерти и от власти дьявола, господин генеральный директор, приобрел и освободил от власти дьявола. Он опять кивнул. Об этом он кое-что знал. А я продолжил. Не золотом и серебром, но своей святой драгоценной кровью и своими безвинными страданиями и смертью, чтобы я ему принадлежал. Вы слышите? Кто может сказать, я принадлежу Иисусу? Он искупил меня своей кровью от греха, смерти и ада, и в этом я уверен? Тот и является христианином, господин генеральный директор. В кабинете на мгновение стало тихо. Затем он спросил, как мне этого достичь? Как мне этого достичь? Я ответил ему, послушайте, я только что от вашей секретарши узнал, что вы уезжаете в отпуск. Я сегодня же после обеда пришлю вам новый завет. Возьмите его с собой и ежедневно читайте отрывок из Евангелия от Иоанна и молитесь об этом. Тогда только вы этого достигнете. Поймите меня правильно. Христианство, каким оно изображено в Новом Завете, твердо уверено в том, что объективные истины действительно являются истинными, и что я могу достичь это субъективно верою и получить спасение. Есть ли такая уверенность у вас? Я бы не смог жить, будучи неуверенным в том, что он меня принял. Однажды я спросил одного молодого человека, «Ты любишь Иисуса?» «Да». «Ты знаешь, что он тебя принял?» «Ты являешься его достоянием?» «Да, но в этом я точно не уверен. У меня еще столько борьбы. Слушай, я бы так жить не смог», сказал я. «Я же должен знать, принял ли он меня. О, вы, сомневающиеся христиане! Вы, не знающие, существует ли Бог вообще. Вы, которые точно знаете свое финансовое состояние, но обо мне ничего не знающие. Вы же вовсе не христиане. Согласно Новому Завету, христианами являются те, которые могут сказать, «Я верю, что Христос стал моим Господом». К этому я должен добавить небольшую историю, которую вы, возможно, знаете. Генерал фон Фиббан рассказывал, как он во время маневров, проезжая верхом на коне через лес, зацепился за ветку и порвал себе мундир. Для генерала такой вид был неприличен, и поэтому, увидя нескольких солдат при въезде в село, где они были расквартированы, он остановил коня и спросил, есть ли среди вас портной. Один из них подбежал ближе, встал по стойке смирно и отрапортовал, «Так точно, господин генерал, я портной». Генерал фон Фиббан приказал, «Тогда придите в мою квартиру на постоялый двор и подчините мой мундир». Но солдат ему ответил, «Я не смогу этого выполнить». «Почему вы не сможете? Вы же портной?» «Простите, господин генерал, моя фамилия Портной, но я не портной». Рассказывая об этом, генерал фон Фиббан так прекрасно добавил, «Точно так же можно сказать и о большинстве христиан. В анкетах, в строке «Религия» можно прочесть «Христианин евангельский». А в действительности следовало бы сказать, называюсь христианином, но не являюсь им. О, какое жалкое и опасное состояние! Ведь оно свидетельствует о том, что человек не спасен. Как можно достичь уверенности? Вы меня спросите, как можно достичь уверенности? Об этом можно многое сказать. Просите об этом Бога. Начните постоянно читать Библию, хотя бы ежедневно четверть часа. Но еще я вам должен сказать нечто очень важное. Путь к утверждению в вере проходит не через разум, но через совесть. Видите ли, когда заговариваешь с людьми о христианстве, то сразу слышишь слова. Но я не могу верить, господин пастор. В Библии так много противоречий. Противоречий? Удивляюсь я. Да, например, там говорится, что у Адама и Евы было двое сыновей, Каин и Авель. Каин убил Авеля и пошел в чужую страну, где нашел себе жену. Но если они были единственными людьми, то как же он мог найти себе жену? Господин пастор, этого я не могу понять. Вы уже слышали эту историю? С помощью этой истории немцы пытаются спастись от Бога. Обычно в таких случаях я говорю, вы сообщаете интересные вещи. Вот вам Библия. Покажите, где это написано, что Каин пошел в чужую страну и нашел там себе жену. Они обычно краснеют, а я продолжаю. Если вы отвергаете Библию, через которую уверовали тысячи порядочных людей и таким образом считаете себя более порядочными, то вы, видимо, основательно изучили Библию. Где об этом написано? На это они не могут ничего ответить. Тогда открываю это место я. Там написано совсем иначе, а именно, что Каин пошел в чужую страну и познал Каин свою жену. Он пошел в чужую страну вместе со своей женой. Кто же была его жена? Немногим выше написано, что у Адама и Евы было много сыновей и вечерей. Значит, это была одна из сестер Каина. В Библии ясно сказано, что Бог хотел, чтобы из одного рода произошли все поколения людей. Поэтому вначале браки были внутри семейные. Но позднее Бог запретил такие браки. Все ясно. Все. Я доказал, что все эти глупые разговоры несостоятельны. Но вы думаете, что этот человек уверовал? Нет. Об этом и речи не может быть. Он тотчас же приготовил новый вопрос. Господин пастор, скажите-ка, и дальше в том же духе становится ясным, что я мог бы такому человеку ответить на сотни тысяч вопросов. Но он остался бы таким, как и прежде. К вере приходят не через разум, а через совесть. В Эссене моим предшественником был пастор и проповедник Юлиус Дамман. Однажды к нему пришел молодой человек и тоже задавал вопросы о жене Каина и тому подобное. Но Дамман оставил его несолонохлебавшим, сказав, молодой человек, Иисус Христос пришел не для того, чтобы отвечать на каверзные вопросы, но чтобы спасти грешников. И когда вы станете бедным грешником, то приходите снова. Люди, которых совесть осуждает, люди, которые знают, что их жизнь не в должном порядке, что они не могут с ней справиться, могут научиться верить в Иисуса. Понимание обязательно придет несколько позже. Однажды со мной произошел случай, о котором я должен сейчас рассказать. Я пришел в больничную палату, в которой лежало шестеро мужчин. Они радостно воскликнули, «А, господин пастор, как хорошо, что вы пришли. У нас к вам вопрос». «О, вопрос очень милый». «Какой?» Я заметил, что они приготовили мне ловушку. Один из них спросил, «Вы же верите, что Бог всемогущ?» «Да, я верю этому». Тогда возникает вопрос, может ли ваш Бог сотворить такой тяжелый камень, который Он сам поднять мне в силах? «Вам соль вопроса весна?» «Если я скажу «да», то Бог не всемогущий. «Если я скажу «нет», то Он тоже не всемогущий». С минуты я размышлял о том, разъяснит ли мне ему суть дела. Но он мне показался слишком глупым, чтобы понять это, и я задал встречный вопрос. «Молодой человек, позвольте мне прежде спросить вас, мучила ли вас по поводу этого вопроса бессонница?» «Бессонница?» спросил он, недоразумевая. «Нет». Тогда я ему сказал, «Видите ли, я должен беречь свои силы, поэтому я отвечаю только на те вопросы, из-за которых люди теряют сон. Будьте добры, молодой человек. Скажите мне, по какой причине у вас была бессонная ночь?» На это он без помедления ответил, «Ах, из-за моей девушки, она ожидает ребенка, а пожениться мы еще не можем». «Так», — говорю я, «поэтому у вас бессонница, тогда об этом и поговорим». «Но разве у этого вопроса есть что-то общее с христианством?» удивился он. «Ох», — сказал я, «то ткань с христианством не имеет связи, а вот дело с вашей девушкой имеет прямую связь. Видите ли, вы провинились, вы приступили к Божьему поведению, вы обманули девушку, а сейчас вы размышляете о том, как бы вывернуться из создавшегося положения. Вы запутались в проступках и грехах. Вам можно помочь только в том случае, если вы обратитесь к живому Богу, покаетесь и скажете, «Я согрешил». Тогда Спаситель будет рядом и поможет вам. Молодой человек слушал, и ему вдруг стало ясно, что Иисус интересуется его отепченной совестью. Иисус может ему помочь. Он является спасением его безысходной жизни. Вы правильно меня поняли. То, что он хотел постичь умом, превратилось в грубый разговор, но когда коснулось его совести, то его вдруг осиял свет. Вам это понятно? Мы обретаем уверенность в своем спасении не из ответов на каверзные вопросы, но когда мы послушны голосу совести и признаемся, «Я согрешил». Тогда мы можем увидеть Иисуса, висящего на кресте. И тогда лишь мы можем услышать «Тебе прощены все грехи», а затем получить уверенность «Он принял меня». Этот путь идет через совесть, но не через разум. «Итак, если хочешь иметь уверенность в спасении, то, если так можно выразиться, приходится рисковать. В церквях окна часто состоят из цветных стекол. Если вы их увидите днем снаружи, то они выглядят черными, и их цвет едва угадывается. Но стоит вам войти в церковь, как они вспыхивают яркими красками. Такое же положение с христианством. Пока я за ним наблюдаю извне, ничего не могу понять. Все кажется темным. Рискну-ка я, войду, познакомлюсь с Иисусом. Я должен довериться Иисусу, и все станет ясным. Один только шаг из смерти в жизни, и сразу все христианство становится понятным. Однажды Господь Иисус проповедовал, и Его слушали тысячи людей. Но вдруг Он произнес страшные слова. «Такими, какие вы есть, вам не войти в Царство Небесное». Вы должны родиться свыше. Ваша природа, даже самая лучшая, не годится для Царствия Божьего. После этого некоторые мужчины встали, сказав, «Пойдем-ка отсюда, это же бессовестная речь». И трое мужчин ушли. Это увидели шесть женщин. Они рассудили, мужчины ушли. «Пойдемте и мы», и тоже ушли. Это заметили несколько парней. Мужчины ушли, женщины ушли. Нам тоже надо уходить. Постепенно толпа ведела. Это должно быть было ужасно. Я представляю себе, как бы это выглядело, если бы во время моей проповеди слушатели вставали и постепенно уходили. «И вдруг я остался бы один с несколькими верными друзьями». Так произошло с Иисусом. Ужасно. Вдруг Он остался один. Тысячи людей ушли во время Его проповеди. Они не хотели Его слушать. Только двенадцать учеников остались с Ним. Если бы я был Господом Иисусом, я стал бы их упрашивать. Ах, останьтесь хоть вы со мной, хоть вы, мои верные друзья, не оставьте Меня. Но Иисус поступает иначе. Знаете, что Он говорит? Он говорит, и вы можете уходить, если желаете. в Царстве Небесном нет принуждения. Царство Небесное является единственным царством, в котором нет полиции. Царство Небесное является самым добровольным из всех существующих. И вы можете уйти, пожалуйста. Так Иисус сказал своим ученикам. Ученики тоже хотели уйти. Если ушло шесть тысяч человек, то и у них могло возникнуть такое желание. Ученики возможно тоже ушли, тем более, что Господь Иисус сказал, пожалуйста, идите. Он широко раскрывает перед ними дверь, и вы тоже можете, и вы тоже можете идти в погибель, как хотите. Но тут Петр поразмыслил, куда же мне идти, куда? Жить в труде и поту, жить в грязи греха и в конце концов оказаться в дверях ада? В этом нет смысла. И вдруг его взгляд упал на Иисуса, и ему стало совершенно ясно, смысл имеет только одна единственная жизнь, жизнь с Иисусом. И он говорит, куда же нам идти, Господь Иисус? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога живого. Мы останемся лишь с Тобой. Друзья мои, так постигается уверенность. Испытывая разные пути жизни, мы приходим к выводу, Иисус единственный шанс нашего спасения. О, как мне хотелось бы, чтобы и вы получили такую лучезарную уверенность. Мы уверовали и познали, что Христос Сын Бога живого. В заключение я хочу еще сказать несколько слов специально для всех тех, кто сделал первые шаги веры, кто отдал свое сердце Иисусу, но все же говорит, я не имею уверенности в спасении, как мне ее достичь? Я все еще вижу множество грехов в своей жизни. Этим душам, всерьез принимающим весть о спасении, я хотел бы сказать, неужели вы думаете, что уверенность в спасении можно иметь лишь будучи совершенно безгрешным? Тогда вам место на небе? Кровь Иисуса Христа до последнего дня, вплоть до последнего вздоха нужна мне для прощения грехов. История о заблудшем сыне вам известна. Он пришел домой и сказал, я согрешил. И отец принял его, устроил пир. Теперь я себе представляю такую картину. На следующее утро сын нечаянно роняет чашку на пол. С тех пор, как он находился со свиньей, он отвык от сервированного стола и нечаянно роняет со стола чашку. Когда она со звоном разбилась, он выругался. как вы думаете, прогонит ли его отец со словами марш, отправляйся к своим свиньям? Неужели вы так считаете? Нет. Напротив, отец скажет, кто принят, тот принят. Он объяснит ему, сын мой, давай не будем так поступать. Будем стремиться к тому, чтобы ты с чашками за столом обращался осторожнее, не ругался и постепенно привык к обычаям нашего дома. Но он ни в коем случае не отослал бы его назад к свиньям. Послушайте внимательно. Когда человек посвящает себя Иисусу, он к своему ужасу убеждается, что старое его природа все еще существует. Еще существует поражение. Но если вы после обращения терпите поражение, то не отчаивайтесь сразу, но становитесь на колени, молясь, локовых, Господи, я благодарю тебя, что все еще принадлежу тебе. Во-вторых, прости мне и омой кровью своей. В-третьих, освободи меня от моей старой природы. Но, во-первых, Господи, благодарю тебя, что я все еще принадлежу тебе. вы поняли меня? Уверенность в спасении заключается в том, что я знаю. Я пришел домой, и теперь борюсь за освещение, как постоянный житель этого дома, а не временный, который то приходит, то уходит. когда проповедует, что спасение нужно приобретать вновь каждый день, то такая проповедь ужасна. Моим детям вовсе не нужно каждое утро приходить ко мне и спрашивать, папа, можно нам сегодня снова быть твоими детьми? Они являются моими детьми. А кто стал детем Божиим, тот является детем Божиим. И теперь стремится к святости как Дитя Божие. Итак, я вам от всего сердца желаю иметь лучезарную уверенность детей Божиих. Является ли христианство личным делом? Часто можно слышать такое выражение «Религия является личным делом». Верно ли это? Давайте лучше спросим «Является ли христианство личным делом?» Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы задать встречный вопрос. Представьте себе монету в пять марок. Что на ней изображено? Пятерка или орел? И то, и другое. У пятимарочной монеты две стороны. Точно так же обстоит дело и с вопросом «Является ли христианство личным делом?» Ответ «И то, и другое, и да, и нет». Истинное живое христианство имеет две стороны, чисто личную и чисто общественную. «Если же одно из них недостает, то что-то не в порядке. Я хотел бы показать вам обе стороны истинного христианства, творцом которого является Дух Святой. Чисто личная сторона христианства. Чтобы вам это пояснить, я для начала расскажу вам одну историю. Однажды меня назвали рассказчиком. В ответ я сказал, это же не позор. Я всегда очень боюсь, что люди в церкви могут заснуть. И когда я в промежутках рассказываю истории, то они не засыпают. Кроме того, ведь и вся жизнь состоит из истории, а не теорий». В прошлом столетии жил прекрасный проповедник Генрих Фолькенинг. Через его проповеди окрестность Билефельда буквально переродилась. И вот однажды этого Фолькенинга пригласили в дом одного богатого крестьянина, у которого был большой двор и который сам был честным работящим человеком. Но проповеди он ненавидел до глубины своего сердца. Он не сознавал себя грешником. Ему не нужен был спаситель грешников на кресте. Он говорил, «Я праведен и никого не боюсь». Однажды Фолькенинга позвали к этому крестьянину, который смертельно заболел и пожелал причаститься. Фолькенинг пошел. Он был человеком большого роста с необычайно сияющими глазами. И так он подходит к постели больного, долго молча глядит на него, а затем говорит, «Генрих, я очень опасаюсь за вас. Если все останется по-прежнему, то путь ведет вас не в небо, а прямо в ад». Говорит, поворачивается и уходит. Богатый крестьянин в ярости бушует, и этот себя называет пастором? Разве это христианская любовь? Наступает ночь. Тяжело больной крестьянин не спит. Его мучает совесть, путь не в небо, а в ад. А если это правда? И ему вспоминаются всякие грехи. Он не почитал Бога. При случае он очень часто хитро обманывал людей. В последующие ночи его охватывает настоящий страх. Он совершенно потерял покой, так как вдруг увидел, что его жизнь полна грехов, что он далеко не дитя Божие. Теперь он всерьез хочет измениться. Через три дня он снова посылает свою жену к Фолькеннингу. Жена, позови Фолькеннинга. Был поздний вечер, но Фолькеннинг тотчас же пришел. Христианин говорит в большом смятении, пастор, я думаю, что мне нужно измениться. Да, говорит Фолькеннинг, вы зовете, находясь в крайней нужде, а вынужденное покаяние, мертвое покаяние, должно быть совсем иначе. Говорит, поворачивается и уходит. Вот теперь в крестьянине пробудилась настоящая ярость. Вы, вероятно, тоже сильно рассердились бы на пастора, не так ли. В конце концов, пастору и самому было бы лучше, если бы он с богатым крестьянином разговаривал повежливее, ведь похоже, что этот человек скоро умрет. Но Фолькеннинг был человеком, стоящим перед Богом и знал, что говорил. Прошло три дня. крестьянин впал в тяжелое состояние. Он знал, что скоро умрет. А где же в его жизни были любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание? Он всю жизнь презирал спасителя, который умер за него. Он прогонял его, стоящего перед ним со своей любовью. Он видит себя на краю ада и впадает в полное отчаяние. Жена просит он, сходи за пастором. Она возражает, я больше не пойду. Он тебе все равно не поможет. Жена, сходи за ним, я попаду в ад. Жена пошла. Когда Фолькенинг пришел, то увидел человека, который понял, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Фолькенинг подвигает стул к постели, садится и спрашивает, верно ведь путь идет к Аду. Да, к Аду. Но вот Фолькенинг говорит, Генрих, пойдем на Голгофу, из-за тебя там умер Христос. Он ласковыми и нежными словами рассказывает о том, как Иисус спасает грешников. Но для этого мы должны быть грешниками в собственных глазах. И должно быть покончено с тем, что я праведен и никого не боюсь. Для этого нужно облечься в истину. Тогда Иисус может спасти. крестьянин вдруг познает Иисус умер за меня на кресте. Он искупил мои грехи. Лишь Он может мне дать праведность, которая имеет цену перед Богом. И впервые крестьянин искренне молится «Боже, будь милостив ко мне грешнику. Господь Иисус, спаси меня от гибели в аду». Фолькинг потихоньку уходит. Он покидает человека, призывающего Иисуса. Фолькинг утешен, ибо трижды написано в Библии, кто призовет имя Иисуса, спасется. Когда Он на другой день снова пришел, то встретил человека, приверенного с Богом. Генрих как дела? И Генрих отвечает, Он принял меня благодатью. Произошло чудо. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok